Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет видео по вашим запросам. А что вы просили? Вы просили сделать видео о покупках в Турции. В общем, что мы купили в Турции. Сейчас вам все покажу и расскажу. Слушайте, в принципе, вы все видели, когда я ходила по магазинам, что я брала. Ну, давайте более подробно покажу. Я, в принципе, даже не убирала. Оставила здесь какие-то вещи, здесь какие-то. Сейчас кратенько покажу. Ну, разумеется, конфеты. Конфеты я покупала разные, но я их уже раздала, потому что я покупала им на подарки. Я конфеты себе не беру, я их не ем, хотя очень люблю. Но вот такие вот камушки, это тоже кому-то подарить сама еще не знаю кому. В общем, ну, знаете как, вот иногда кто-то придет, хочет с кого-то чем-то угостить. Вот такие вот взяла конфетки. И очень много я взяла коски, которую я уже всю раздала. Коска, вот такие вот шарики внутри с фруктами. Это Ванин вариант, поэтому Ване я оставила. Все остальное уже отдала людям, кому привозила. Значит, чай. Вот такой вот чай продается в Мигросе, стоит дешево. В принципе, у нас аналоги этого чая есть в том числе. Потому что основная составляющая этого чая, если вы посмотрите, это сено. Я думаю, что многие люди, девушки, женщины знают, что такое сено. Я думаю, что пробовали многие, наверное. Если кто-то не знает, то это слабительный такой эффект. Ну, плюс здесь еще с фруктовым вкусом все это дело. Как бы сено пить не очень приятно. А сено, ну, сено, это сено, она. А вот такой чай приятный. То есть, если вы хотите как-то разгрузиться или еще что-то, не постоянно, не на постоянной основе, то можно вот такой вот чаечек взять. Хотя, думаю, что надо в Ашане посмотреть. У нас, наверное, аналоги есть. Вот этот кофе. Мне посоветовали взять вот такой кофе. Турецкий кофе. Покупала тоже в Мигросе. Вот на все, вот на это в Мигросе цены дешевле. Вот это вот на улице вообще не стоит брать. Значит, выглядит вот этот кофе вот так. Больше, наверное, даже похоже, знаете, как на какао. То есть, заваривается сразу вот такой вот молотый кофе. Мне понравился. Сказали, что в пакетах то же самое. Это не то, что нужно брать именно в банке. Поэтому в пакетах я не брала, в банке взяла. И, как видите, уже половину банки выпила. Ну, я кофе очень люблю. Но вот какого-то такого особенного вкуса не заметила. Но выпью с удовольствием. У меня кофе дома довольно-таки много, потому что я говорю еще раз, что я любитель. Вот, допустим, ловаться. Ловаться мне нравится вот этот вот больше кофе. Он, знаете, как здесь помол, что ли, крупнее. Ну, не знаю, по вкусу мне все-таки нравится более привычный вкус. Но турецкий тоже неплохой. Если любители кофе, возьмите хотя бы просто для себя. Если не пробовали, попробуйте. Так, потом я вам в магазине показывала. Это вот такое вот мыло. Я купила разного. Тоже много. Знакомых много, друзей много. И себе тоже. Вот то, что осталось мне. Это со вкусом магнолии. Пахнет довольно-таки приятно. По два кусочка. Стоимость, по-моему, 2 доллара. И здесь то же самое. Только вот такой вот вкус. Ну, в общем, приятный, приятный запах. Мыло я люблю. Иногда, знаете, такое ароматизированное куда-нибудь вещи можно положить, чтобы запах был. В общем, пусть будет. А вот это... Посмотрите, сколько здесь запасов. Вот это все мне. Вот это никому на подарки я не привозила. Это все исключительно мне, потому что мне очень нравится вот эта фирма. Далан Далив. Если не пробовали, то очень такие хорошие шампуни. В общем, средняя стоимость 3-4 доллара. В городе можно найти дешевле. Мне писали в сетевых магазинах. Я в сетевых не нашла. Или в таких сетевых не была. В конечном итоге в Алании мы нашли. Если я этот файл найду, покажу. Но там стоило тоже 18 лир. 18 лир там вот эти вот стоили. Кондиционеры. Потом вот таких вот у меня 2 коробочки. Первая коробочка это Харимс. Фирма такая. Очень много у них кремов у этой фирмы. В этот раз крема я не брала, потому что перешла на свой крем индивидуальный. Не хочу пока менять. Сыворотка для ухода за кожей с тминовым маслом. В общем, здесь можно применять и для волос, и для лица. Для лица она мне не подошла. У меня пошло раздражение кожи. Ну, а для волос пробую. Не знаю. Эффект сразу сказать я не могу, потому что, как видите, я только начала ею пользоваться. Что она из себя представляет, не знаю. А вот это вот масло черного тмина. Это такая штука, знаете, она на любителя. Она на любителя. То есть я ее добавляю в салатики. Говорят, что можно пить с утра натощак. Я добавляю в салат. Это стеклянная бутылка. Сколько стоит, слушайте, я вот уже не помню. Ну, что-то в районе на наши деньги где-то 500 рублей. В принципе, у нас... О, Баня пришел со школы. В принципе, у нас... Привет, Солнце. Привет. Можно найти ее на рынке, кстати. Надо посмотреть. На рынке она должна быть. В общем, вкус своеобразный у данного масла. Подойдет не всем. Мне очень нравится. Муж не переносит на дух. Говорит, что невкусно. Ваня тоже говорит, что невкусно. А я очень люблю, знаете, салаты руккола, помидоры. Семечки там разные я, допустим, добавляю. И чуть-чуть вот этого масла. И чуть-чуть еще огурцов. И, в общем, у меня идет это в путь. Оно очень-очень полезное. Но, к сожалению, вот здесь на упаковке никакого описания нет. Но можете посмотреть. В общем, масло черного тмина. Пришел Ваня. В общем, хотела снять обзор. Ждала-ждала, пока он у меня будет в школе. Сейчас будет весело. Значит, когда я уезжаю в Турцию, то всегда стараюсь и вообще куда-либо привозить бижутерию. Вот эти вот серьги я, кстати, с Крыма привезла. Мне очень понравились тоже ручной работы. А в Турции, да, это бижутерия дешевая. Дешевая. Но мне нравится, как она смотрится. У меня всегда, мне все пишут, Лена, что у вас за серьги дорогие, недорогие. Вот эти серьги все всегда привожу я из Турции. Ну, не знаю. Вот это вот все из предыдущих поездок. Сейчас дайте найти. У меня вот так вот все в коробочке. Потом, знаете, не найдешь. Никак не могу придумать. Вот их нужно, по идее, конечно, куда-то складывать. Это, знаете, как на хрусталике похоже. То есть понятно, что это бижутерия дешевая. Она может быть одноразовая. Тут что-то может отлететь. Но если вот пока не отлетела, то смотрится довольно-таки симпатично. Особенно издалека. Допустим, золотые изделия у меня есть, но они мне надоедают. А вот эти вот я меняю постоянно, и мне они нравятся, как они, допустим, необычно смотрятся. В общем, в прошлый раз я понабрала очень много их. В этот раз купила 4 пары. Значит, что я купила в этот раз? Сейчас, подождите. Все запутано. Я говорю, нужно мне, вот я видела в Икеа. В следующий раз в Икеа и буду. Хочу купить под сережки. Там специальная штука продается. Так. Вот. В этот раз я взяла вот такой вот вариант. Значит, потом что я еще взяла? Вот такой вот вариант. Смотрите, нужно, чтобы сфокусировалась камера. Вот такой вот, смотрите, под Шанель. Вот такой вот вариант тоже с хрусталиками. Так. И еще какие-то были. Это тоже в прошлый раз с хрусталиками. А. Ну нет, это вот эти. Подождите, где-то еще у меня одни потерялись. Ну ладно, потом, если встречу, то я вам их найду. Так, Ваня ищет переодевать в своем. Каждый раз, когда я еду в Турцию, я из Турции привожу всегда какие-нибудь интересные платочки. Неважно, что это подделка под лоевитон. Для меня самое главное, чтобы он был качественный, чтобы был и с хлопкой, чтобы была интересная расцветка. У меня таких платочков, как вы видите, довольно-таки много. Все привезены. Ну, практически все привезены из Турции. Это очень-очень мягкие такие. Я даже не знаю, как их правильно назвать. Они как тапочки. Они практически невесомые. В общем, очень-очень удобные. Если увидите, то смело можете брать в огонь, в воду и медные трубы. Можете пройти в этих, ну, тем более в этой обуви. Тем более, вы знаете, что 20 долларов, ну, фактически 1200. У нас вы вряд ли за такую сумму купите. Это верхняя одежда. Я уже подготовила. Себе я купила. Вот такой вот. Очень теплый. Я не знаю, как правильно называется, но это такое пальто. Вот такая вот фирма. Вот это, я не знаю, сказали, вот на это нужно вешать. В общем, мне понравилась вот эта вот отделка по бокам. Сейчас я вам его померю. Получится, Даша. Она тоже участвует в процессе съемки. У меня Ваня просил ценник. Я ему не отдала. Говорю, померю, потом тебе отдам. Кстати, смотрите, здесь как сделан ценник. Так просто и не откроешь его сразу. Да, Даша? А тебе нравится, я смотрю. Поиграться. Сейчас будешь играться этим. Ох, реакция хорошая у тебя, Даша. Итак, мое теплое пальто на мне. Слушайте, что только не написали мне зрители по поводу этого пальто. Да ты как беременная утка в нем. В общем, я не знаю, как утка или не как утка, но мне очень понравилось. Оно очень-очень теплое. Во-первых, мне понравилось, как оно выглядит. Оно такое незаезженное, нестандартное. Единственное, что мне не очень нравится, что вот эти вот хлястики здесь висят. С одной стороны. А с другой стороны, ну, как бы ни у кого таких хлястиков нет. Нет, сказали, что такое можно было у нас купить гораздо дешевле. Я не знаю, где. У меня есть задумка съездить на садовод и сходить на наш рынок. Посмотреть, сколько такие стоят. Сказали, что можно было заказать через интернет-магазин тоже такого же плана пальто. Я не знаю. Мы в прошлом году искали маме, мы еле-еле ей нашли там за 9 тысяч. Это пальто мне обошлось 150 долларов. И знаете, мне не жалко за него отдать такие деньги. Потому что само по себе оно мне очень понравилось. Мне понравилось, как сделаны здесь рукава. Здесь ничего не будет поддувать. И стрелки даже вот эти тоже мне нравятся. В общем, вообще, в целом, в принципе, мне понравилась длина. Мне понравилось, что оно очень теплое. Вот эти вот все полосочки на этом пальто. В общем, поэтому, если кому-то не нравится, то у каждого свой стиль. У каждого свой вкус. У кого-то вкуса нет. И не важно, понимаете, это моя жизнь. Мне понравилось. Мне больше, чем за 150 долларов его покупать не стоит. А меньше, если вы сторгуетесь, то будет вообще чудесно. Если вдруг кто-то найдет это пальто где-то дешевле, там на сайте или еще что-то, то это вообще будет чудесно. Что понравилось, да, еще? То, что здесь вот такая вот есть цепочка. Потому что обычно вот эти вот зимние вещи тяжелые. Когда делают, знаете, вот такую вот обычную петельку, она отваливается. Вот у меня от всех дубленок, от тяжелых, от шуб. Обычно вот эта штука вся везде отваливается. Не знаю, посмотрим, как здесь. Потом понравилось, что есть вот такой вот внутренний карман с отверстием для наушников. Это тоже в целом неплохо. Есть какие-то вот такие. Здесь тоже можно, видимо, затянуть. Так, дальше, в общем, мерить не буду. Просто покажу. Но вы, в принципе, все видели. Мужу купила очередную вот такую вот футболку, рубашку. У него их довольно-таки много. Из Турции. Я даже, если не показываю, я всегда все равно какую-то приложу. Также в Мави купила ему вот такие вот брюки. Брюки плотные. Мне нравится качество, как в Мави делают джинсы. Хорошая посадка у них. Здесь вот он, видите, состав 98% хлопок и 2% эластана. 180, ну, 190 лир. 190 умножить на 12. Обошлись мне эти брюки. Вот эти брюки я взяла себе. Здесь эластана уже поменьше. Это тоже у нас Мави. Мне они понравились по качеству и по посадке. Вот это, в общем, 100, ну, тоже 200. 200 лир вот эти брюки тоже умножайте на 12. Брюки всегда нужны, джинсы всегда нужны, в хозяйстве пригодятся. В общем, купила вот такой вот себе полувер. В общем, что-то я уже не помню. За 18, по-моему, долларов, что ли. Я не знаю, хотите, ну, как бы вот пишут там, дорого, недорого. У нас здесь вещи дешевле. По этому поводу я сейчас кое-что расскажу и скажу. Значит, вот такую вот кофту, это вы тоже все видели. Вот таких кофт много не бывает. Их всегда обычно мало. Она, видите, с одной стороны с каким-то даже рисунком. С умником, боже мой, что-то даже не видела, что это такое нарисовано, не пойму. С сеточкой, просто неохота сейчас уже одевать. И Ване тоже купила такую очередную футболку. У Вани тоже их уже довольно-таки много, но всегда из поездки я ему покупаю какое-то количество футболок. Футболок много не бывает. И здесь же Даша. И то же самое касается, а Даша, она, знаете, она очень-очень любит новые вещи. Поэтому там, где новые вещи, чистые, выстиранные, там всегда Даша. Потому что полотенце уже стирала, всегда стираю полотенце. Такие полотенцем одно вот такое вот взяла, одно вот такое. Как бы тоже из каждой поездки я всегда привожу полотенце. Полотенце, ну, вот в этот раз не брала постельное белье, еще и постельное белье обычно беру. Так, ну и по поводу шопинга сейчас вам немножко скажу. Немножко покажу, что купила сегодня еще Ивану. Ваня у меня в школе очень плохо кушает, практически ничего не кушает. И сегодня зашила в Ашан, пускала долго я ему какой-то такой ланчбокс, вот такую вот коробочку я ему приобрела для того, чтобы он носил с собой какие-то завтраки либо обеды. Ну, обычно я ему делаю бутерброды, там, с огурчиком, с помидорчиком. Вот такой вот симпатичный контейнер я сегодня нашла. Контейнер, контейнер твой показываю, который тебе купила в школу. Легко тебе так открывать будет? Угу. А где бутерброд? А ты сейчас прям хочешь бутерброд. Вань, как ты сегодня позанимался? Лайк. Лайк? А английский как? Ты не сильно отстал от английского, неделю пропустил? Нет. Лайк. 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 А вы что, вы до сих пор все про манки поете, что ли? Да. А, кстати, еще у нас новая система. Теперь нам за выполненное задание, ну и за приход, но за задание какие-то. Так, вот Ивана купила вот такую вот большую карту. У нас маленькая есть, но сейчас мы постоянно какие-то такие читаем вещи в учебнике. И там, допустим, пишут Лена и Тигр, реки, допустим. Можно я скажу? Ну, давай, мне что хочешь? География? Урок географии? Это западная. А вот это восточная. А что западная и восточная? Страны мира. Причем здесь страны мира? Страны мира. Полушария, Вань. Полушария, смотри, ты не разобрался. Вот, видишь, полушария? Что значит полушария? Страны мира. Нет, а что значит полушария? Объясни мне. Полушария, что такое? Как ты понимаешь? Это один круг? Так. Это второй круг. Полшара, половина шара. Ну вот, половина шара. Полушария восточная. И сейчас, вот, допустим, недавно там Лена, Ваня говорит, а что, есть такая река, что ли? Вань, ты запомнил, где река Лена? Покажешь мне ее? Да, где-то. Ну-ка, покажи. Я тебе показывала ведь. Мы читали. Так, где-то оно будет здесь. Ну-ка, выше. Выше. Вот она, река Лена. Ваня говорит, как такая река есть, да, Ваня? Где, якутск, как далеко. Дорогие друзья. Вот такие вот у меня были покупочки. Вроде бы их не так много. Но, знаете, мне шопинг доставляет удовольствие. Мне доставляет удовольствие просто ходить по торговым улочкам, разглядывать разные вещи, смотреть, какие там есть сладости, какие цвета, какие там, не знаю, новинки. В общем, вот эта вот вся атмосфера, вот знаете, особенно вечерний вот этот шопинг, когда ты уже за целый день накупался, нагулялся, понимаете, присытился солнцем, отдыхом. И вот начинается вечер, и такие манящие огни, и ты идешь, и ты все рассматриваешь, и разглядываешь. И вообще я хочу сказать, что мы с вами все абсолютно разные, и нет совершенных людей, да. То есть у одного интереса это поездить, посмотреть экскурсии какие-то, может быть, увидеть водопады для себя, сделать какие-то новые открытия. И у кого-то интересы покупаться, чисто пляжный отдых, там, вечером пойти прогуляться по улочкам. И здесь, как бы, не нужно сравнивать с собой. Единственное, что хочу сказать, что очень много было комментариев в плане того, что как вы не посмотрели ни одной экскурсии, что у вас там тряпки, шопинг и все остальное. Я не первый раз в Турции, и практически все экскурсии я посетила, какие нужно было. Особенно, знаете, вы даже не съездили в Памуккале. Что такое экскурсия в Памуккале? Вот просто для тех, кто ни разу не был в Турции, не представляет, что это такое. Это 6 часов ты едешь в одну сторону на автобусе, 6 часов в другую сторону. На экскурсии вы проводите где-то приблизительно 2-3 часа, но во всяком случае у нас так было. Купаетесь там в озере, там, как это называется озеро, даже уже не помню, Клеопатра что-то, типа бассейн какой-то. Но это даже не озеро, это какой-то такой типа природного бассейна, где помимо вас еще купается человек 200 или 300. У нас было так, может быть сейчас вот я слышала, что запретили, когда много автобусов едет сразу со всех экскурсий. Потом вы быстренько кушаете. Опять же таки вас, пока вы едете, завозят на какой-то шопинг. Так у нас, по-моему, была фабрика ковров, еще что-то такое, на какую-то дегустацию тоже заезжали. И вот это вот, начиная там с 6 утра, если я не ошибаюсь, и заканчивая 12 ночи. То есть, да, это красиво. Но второй раз на такое путешествие я не согласна ни за какие коврижки. Даже вот если вы мне деньги за это путешествие предложите, я не поеду, потому что я не могу сказать, что мне там не понравилось. Но вот ради этого ехать 6 часов в одну сторону, 6 часов в обратную сторону, поверьте мне, ну вот как бы это не мое, это точно. Что касается остальных экскурсий, тоже сомнительное удовольствие. Допустим, на джипах у Алексея Крылова на канале я смотрела, как они ехали, там водой поливали. Они там стоят, кричат, там машины эти носятся, там без правил. Понимаете, я еще жить хочу, мало ли там куда эта машина улетит по дороге, тем более лихачат там все. Единственное, что водопады хотелось посмотреть, зеленый каньон хотелось посмотреть. Но я не одна отдыхаю, и нужно считаться с интересами остальных людей нашей компании тоже. То есть если бы мы уехали на целый день, то Ваня бы на целый день остался с бабушкой, ему было бы скучновато. Поэтому здесь семейные интересы прежде всего в том числе. Поэтому мы свой отдых провели замечательно. Нам очень понравилось, мы отдохнули, приехали довольные и счастливые. Чего и вам желаю. Каждый отпуск на то и отпуск, что каждый в этом отпуске находит что-то для себя уникальное. То, о чем он мечтал полгода или год, и когда он попадает в отпуск, он исполняет свои мечты. Всем желаю, чтобы все ваши мечты сбывались. И как всегда, всем добра, удачи, позитива. Ярко-ярко солнце светит и светлее и теплее, когда мы вместе. В этой жизни больше смысла, больше радости с тобою. Так уж вышло, так уж вышло, так уж вышло. Я хочу продлить навечно это чудо. Ни о чем другом просить тюрьму не буду. Это самое заветное желание. Как же без тебя она желая? Если день тебя не сделает...